Быстро расскажу, что такое число n. Докажу простой вариант, то есть некоторое неравенство. Неравенство будет такое. n факториал больше, чем n е в степени n. И после этого расскажу вещь действительно интересную. А именно, каким образом можно, что называется, зажать n факториал между двумя границами. А именно, корень из 2πn умножить на n е в степени n умножить на е в степени 1 разделить на 12n. Завейте, здесь 12 стоит не просто так. А здесь будет корень из 2πn умножить на то же самое. n е в степени n, а здесь е в степени 1 разделить на 12n плюс 1. На самом деле есть варианты более точной формулы степени. Но потрясающе даже в таком вот варианте до какой же степени эти величины похожи. Смотрите, ведь n если большое, то вот это вот почти ноль. А это сильно, близко-близко, это тоже ноль, мало отличающийся от этого. Е в нулевой это более-менее не единица. Ну, эта формула потрясающая относительная точность. То есть мы не просто вот этот неразинский, но просто большой факториал. А это способ получать действительно хорошее точное приближение для факториала. Так, мечта понятна? Вот это называется формула стирлинга. Между прочим, в таком виде она была доказана в 1955 году. Ну, не даже доказана, а вот доказательство, простое для школьника было придумано в 2005 году. А вообще-то формула стирлинга была найдена в 1730-м. То есть вот такой детский вариант, который я расскажу, это 1955 год, 20-го века, а собственно стирлинг в науке ее открыл в 1730-м году. Так, поскольку я хочу, чтобы меня все понимали, давайте я быстро сначала объясню, в принципе, что такое е. Если вы берете последовательность, n-ный член, который задан формулой 1 плюс 1 n-ая в степени n-ая, и если вы берете другую последовательность, не в n-ный, а в n плюс 1-й, оказывается, верен такой закон. Последовательность b является убывающей. А вот последовательность a является, соответственно, какой? Является возрастающей. И это замечательно. a1 меньше, чем a2, меньше, чем a3, и так далее, и так далее. Меньше, чем a-н-ая. И вот здесь вот очень важно. bn-ая больше, чем a-н-ая. Поэтому, на самом деле, любое из чисел b является больше любого числа из а. Потому что такие неравенства, они на самом деле везде стоят. Они стоят везде. Любая b-шка больше соответствующей а-шка. Для того, чтобы доказать вот эти два факта, а возрастает, но и убывает, для того, чтобы доказать эти две теоремы, есть несколько способов. Один из них, такой самый, понятно, самый простой, состоит в том, чтобы применять неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом. Давайте посмотрим, что это значит. Смотрите, что значит, что a-н-ая у нас меньше, чем a-n-plus-1. Это очень просто. Единица плюс одна n-ая в степени n меньше, чем единица плюс одна n-plus-1 в степени n-plus-1. Согласны? Согласны. А давайте сделаем так. Извлечем корень n-plus-1 в степени из обеих частей. Тогда неравенство приобретет в такую веку. Корень n-plus-1 в степени n. Давайте еще напишем умножить на 1, для того, чтобы было хорошо с неравенством среднем арифметическом и среднем геометрическом. Чтобы под корнем был бы n-plus-1 в множитель. И вот это меньше, чем, мы извлекли корень n-plus-1 в степени, чем n-plus-2, n-plus-1. Давайте подумаем, так это или не так. Неравенство среднем арифметическом и среднем геометрическом говорит, что среднее геометрическое из 7 часов равное. Меньше, чем среднее арифметическое. А что такое среднее арифметическое этих чисел? Это n умножить на 1 плюс 1 n и еще плюс 1. Если приглядеть, ну и разумеется, разделить на у них общее количество, разделить на n плюс 1. Это что такое? Это вообще-то n плюс 1 плюс 1 разделить на n плюс 1. То есть как раз n плюс 2 делить на n плюс 1. Все получилось. Каким образом доказать, наоборот, убывание последовательности b? Да таким же. Просто то же самое. Пишем, что 1 плюс 1 n в степени n плюс 1 и единица плюс 1 n плюс 1 в степени n плюс 2 должны быть у нас связаны каким образом? Что значит, что бывает в последовательности? Значит, вот это число должно быть больше. Согласны? Хорошо. Так, единственное, извлекать корень n плюс второй степени сейчас нельзя, поскольку неравенство среднего, что это заработает в другую сторону. Так, ничего страшного. Давайте перейдем к обратным числам. Здесь было n плюс 1 делить на n. Пусть будет теперь n разделить на n плюс 1 в n плюс 1 в n плюс 1 степени. Перешли к обратному, значит, надо знать террориста поменять. Здесь у меня будет n плюс 1 n плюс 2 в степени n плюс 2. Отлично. Извлечем корень n второй степени. Теперь это можно. Получится корень степени n плюс 2 из n разделить на n плюс 1 в степени n плюс 1 умножить на 1. Надо доказать, что это меньше, чем n плюс 1, а n плюс 2. Ну, замечательно. Как раз, смотрите, здесь n плюс 2 умножить, n плюс 1 равный между собой и равный троге n плюс 1, и 1 умножить равный единице. Чему равно их среднее арифметическое? n разделим на n плюс 1 умножим на количество множителей, прибавим 1 и разделим на количество на n плюс 2. Но вообще-то n плюс 1 сокращается, получается, что в числителе n плюс 1, сноминальное n плюс 2, как раз средней геометрически меньше. Таким образом, смотрите, что у нас случилось. Действительно, есть такие две последовательности. аж и выше. Замечательно, что они сходятся друг с другом. Заметьте, пожалуйста, что отношение а-н к б-н стремится к единице, поэтому они стремятся к одному и тому же числу. И вот число е – это тот самый предел. он замечательен тем, что число е больше а-н-ого и меньше, чем б-н, при любом натуральном е. b-шли – это приближение сверху, важно приближение снизу. На самом деле, это можно выяснять еще много чего, как эти числа расположены, подошение к числу е и так далее, и так далее. Но мне это сейчас малоинтересно. Мне сейчас важно успеть доказать вам хотя бы вот это неравенство. Потому что, в конце концов, в конце концов, вот это уже мощная оценка на факториал, объясняющая, что факториал довольно большой. Наказывается это, конечно, по иммунице. Смотрите, если вы берете е равно единице, то во что это неравенство превращается? Единица больше, чем одна е в степени 1. Ну, вообще, надо сказать, что е – это 2,7, 1,8, 2,8, 1,8, 2,8, 45, 90, 45 и так далее. Вот, поэтому е больше 2 и меньше 3, это, в общем, будет что-то понятно, да? И, значит, действительно, это верно. Давайте для 2 еще посмотрим. 2 больше, чем 2 е в квадрате. Это что такое? Это то, что е в квадрате больше 2. Ну, да, на самом деле, даже е больше 2. То есть неравенство не такое сильное, но зато его легко доказывать по индукте. Почему? Потому что, смотрите, вот предположим, что мы уже знаем, что n факториал больше, чем n е в степени n, и хотим посмотреть на n плюс 1 факториал, да? Ну, понятно, что n плюс 1 факториал у нас больше, чем n плюс 1 умножить на n факториал, да? То есть это равно n плюс 1 умножить на n факториал, да? А это больше, у предположения индукции, чем n плюс 1 умножить на n е в степени n. Вот. Осталось доказать, что это больше, чем n плюс 1 е в степени n плюс 1. Посмотрим, есть здесь что-нибудь или нет. Ну, во-первых, на n плюс 1 можно сократить обе части этого неравенства. Во-вторых, на е в степени n тоже могут сократить. Получится такая вещь. n в степени n надо доказать, что больше, чем n плюс 1 в степени n разделить на е. Потому что е в степени n не исчезла, а просто в степени я остался. А это то же самое. Е больше, чем n плюс 1 разделить на n в степени n. Ну, а это, господа, у нас по определению а-н. А е было больше, чем а-н. Все понятно? Все. На самом деле, из-за того, что есть формула стирлинга, это неравенство имеет только школьное значение. То есть, это просто вот, чтобы вы поняли, что есть такая вот замечательная вещь, как, ну, такая вот индукция, число е и так далее.